Девушки отдыхают 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 Но даже самые лучшие игроки могут промахнуться. Вот, например, сам Рональда, двукратный чемпион мира. Да, он и бьет, и выглядит как неуклюжий медведь. А вот как голландец Ван Грифрой играл за клуб ПСВ. Неужели Бергюсон заплатил за него 19 миллионов пунктов? А вот и игра великого гения Марадоне. И хотя это непростительно, но партнер Марадону даже поздравил. Восьмой в Норвегии и Турции клуб прощает соперника. Но это еще не самое смешное. Подставь ногу, парень. Вот это промах. Ворота пустые, удар. Пышет. Ну здесь-то можно забить. Опять промах. Кто-то успеет на отскок. Но что за удар. Хороший пас, но удар мимо. А вот знаменитый Аякс. Хороший момент. Классный пас. Выход один на один. Какая комбинация. Ну бей же. А этот вообще кривоногий. А этот и по мячу попасть не может. Отлично. Классно. Просто фантастика. О, ужас. С мячом Брайан Робсон. Пас на Уайтсайда. И промах. Кажется, у него в трусах что-то есть. А вот и горячая десятка позорных промахов. Номер 10 случайно произошел в Аргентине. Хороший прострел. Что он делает? И только когда партнер схватил его за туполку, он понял, что не зафил. Номер 9. Свежий пример. Тотальный футбол. Тотальный пас. Тотальный дриблинг. И тотальный промах. Этот бразилец в Амберту доказывает, что быть бразильцем еще не значит быть хорошим футболистом. Эпизод из чемпионата Франции. Самое смешное, что автор промаха оглядывается. Надежда на то, что никто не заметил. Это, кстати, известный игрок Паскаль Мензин. И кому же досталась несчастливая семерка? Это чемпионат Австралии. Забавно, что игрока, попавшего в перекладину, зовут Джордж Бест. Номер 6. Техника. Красиво играют, не правда ли? Техника на уровне, но удар бездарный. Да, плохим игрокам даже поле мешает. Дошли до лучшей пятерки. Рейнджерс против Самбдории. Лаудруп все сделал правильно, но от его партнера Хэтли мяч отскочил как от стены. И как можно играть в футбол с такой прической? Непонятно, что хуже, удар или прическа. Номер 4. Сейчас поймете, почему этот промах, особенно и вратаря, нет в воротах. По каким-то причинам он их покинул, и все равно форвард промахнул. Нет, господа, это не оптический обман. Он действительно промахнулся. И волшебная цифра 3. Играет могучий Ноттингем Форест. А вот игрок английской сборной Стив Стоун. Представляете, футболист в сборной Англии не попадает поворотом из такой позиции. Невероятно. А вот и номер 2. Помните, датчанин от Дайдом, на сына которой играл за Нью-Касс? А вот как он играл за Фейнер. Да, этот удар объясняет, почему он провел в Нью-Касс для всего 1 сезона. И, наконец, первый номер. Настоящий шедевр. Мастер-класс из чемпионата Голландии. Пять игроков, избежав офсайной ловушке, выходят воротом. Пас просто идеальный. До ворот сантиметры. И как он умудрился не попасть? Посмотрите повтор. Это просто невероятно. Продолжаем наше путешествие по миру. Это матч чемпионата Кореи Ульца против Учона. Один из футболистов получил травму и, по правилам честной игры, мяч должен быть возвращен сопернику. Но вместо этого забивается гол. Отличный гол, не правда ли? Стремясь восстановить справедливость, синие решили дать сопернику сравнять счет. Но эту задачу никто не объяснил русскому вратарю и одному из защитников, тоже русскому. Вот как самозабвенно они защищаются. Еще одна попытка, но вратарь, похоже, поймал хураш и не намерен пропускать, хотя остальные игроки просто стоят. Но белые намерены взять свое, они яростно атакуют. Русский вратарь не пробиваем. Наконец тренер Валерий Непомничий приказывает пропустить. И с помощью рикошета от защитника это, наконец, удается. Этот матч из австралийской лиги показывает, как ужасный иногда одноклубники могут относиться друг к другу. Посмотрите, какая суматоха. Сейчас поймете, в чем дело. На повторе видно, как защитник получает удар ногой по лицу от своего одноклубника. Более того, он уже лежа на газоне, получает еще один удар все от того же партнера. Известно, что футбол контактный спорт. Бедный оператор. Привет, тренер! А судьи я хотел показать вне игры. Давай обратно на схамейку. Да, вот это толчок. Посмотрим еще несколько сумасшедших эпизодов. Если хотите, чтобы вратарь точно не взял пенальти, надо бить вот так. И снова чемпионат Австралии. Да, там так и не научились играть в футбол. А это просто единоборство. Старая китайская пословица. Отберешь мяч, получишь промежность. Возьми мяч. Нет, сам возьми. О, боже. А вот настоящий нокаут. Несогласия с тренером можно выражать по-разному. Мяч сейчас опустится. Эй, что ты делаешь? Он же не играет. Вот это подкарт. А этот прием явно из борьбы. Пас, пас, пасуй. Ну бей, бей. Уже поздно. А теперь и повезло фотографу. Этот парень наверняка станет звездой. Если у вас есть техника, вы можете делать фантастические трюки даже с обыкновенным яйцом. Вот так вот. Вроде бы ничего не происходит. Но судья принимает какое-то странное решение. Бедный мальчишка, что произошло? А вот что, нет ничего плохого в том, что парень выбежал на поле. Это эпизод розыгрыша Кубка Америки. Классный гол и бурное празднование. Да, эти парни явно сошли с ума. Ну а как же без драки? Перу юношей учат не только играть, но и дубасить друг друга. Вот это спектакль. Да, футбол – красивая игра. А эти еще не закончили. И посмотрите, как спокойны их тренеры. Поразительно. Эмоции часто бьют через край. И даже тренеры иногда по-своему вмешиваются в ход игры. Вот эпизод из футбольной лиги США. Похож на Алекса Фергюсона, правда? Это Рон Ньюман, бывший игрок Борскуда и Кристал Пэлэс, тренирующий Канзас-Сити. Вот так он тянет время. Дайте мне любого, и я набью ему морду. Не очень дипломатично, не правда ли? Правильно, надо поправить галстук. Вот настоящий английский джентльмен, готовый к решению любых вопросов. До справедливости он так и не добьется. Что он хочет сказать? Счет 2-1? Ну что ж, пусть будет 2-1. А вот и лучшая пятерка футбольных потасовок. Номер пять, чемпионат Франции. Этот прием Жоржа Вя, который он применил к Флабьену Бортезу, привел к грандиозной потасовке. Тут можно узнать много знакомых из. Взгляните на длинноволосого футболиста, который подбегает из-за спины. Какой боксер пропадает? Кто же это мог быть? А это же француз Димико. А вот с чего все началось. Бортез, заметьте, еще не лысый. В самом деле, это он. Номер четыре. Случай произошел в Китае. На этот раз нарушителем стал вратарь. Он чуть не снес голову сопернику. Любопытно, что сам он думает, что ничего плохого не сделал. Но на него, естественно, набросились. Посмотрим еще раз. Может, вратарь просто играл в мяч? О, нет. Посмотрим еще. Да он просто схватил его за горло. Судьяк своей чести разобрался, что к чему. И вновь обратно во Францию. Драка номер три. Где мяч, не совсем понятно. Но хватит парни друг друга, пусть дорог. Невероятно, но с поля был удален именно пострадавший. Где же справедливость? Номер два. Вновь случай из южноамериканского юношеского футбола. Юношеская команда «Сан-Паул» забивает гол и празднует его. Празднуют долго. Даже очень долго. И продолжают праздновать. Им все мало. Неудивительно, что их атаковали. Справедливо ли? Кто виноват? Может, родители? В итоге, дрыщунов разняли. Но они долго не успокаивались. И, наконец, номер один. Кстати, это был всего лишь товарищеский матч. Мексиканский Сулк Торос Неза, играя с командой из Ямайки. Посмотрите, какая драка. Обратите внимание на игрока в центре. Номер 26 в красной футболке. Внимание! Ух, да! Это не футбол, а военные действия повстанцев. Причем гостям из Ямайки это, кажется, нравится. Теперь посмотрите на игрока в желтом, в левом верхнем углу экрана. Похоже, он нашел себе орудие для драки. Оторвался и прямо по сопернику. Вот это дикость. В итоге, представители, Ямайки покинули поле боя, но только для того, чтобы вооружиться и вернуться. Посмотрите на эти палки. Один из них вообще взял огромный камень. В конце концов, безобразию положил конец офицер в военной форме миротворца ООН. Да, этот парень пострадал серьезно. А теперь судим. Бедные судьи, их все ненавидят и посылают в лучшем случае на мыло. Вот четвертьфинальный матч Кубка УЕПА между Ливерпулем и Ромой. Судья назначает пенальти в ворота англичан за игру рукой. Да, игра рукой была чистой пенальти. Вдруг судья меняет решение и назначает угловой. И даже начинает показывать желтые карточки игрокам Ромы. О, как они разъярены. Кто нашло на судью, непонятно, но его было не остановить. А такого еще не видели. Игра из чемпионата Перу. Судья назначает пенальти за игру рукой. Сам подходит к точке. Вроде все классно. Мяч устанавливается на 11-метровой отметке. Но вдруг судья меняет свое решение, почему неизвестно. Возможно, из-за того, что боится 45 тысяч зрителей, поддерживающих хозяев поля. Вот почему судьи обзывают всякими грязными словами. Видели ли вы норвежского актера? Вот он, Глуд Андерс Хостерболл спадает. Как убитый, хотя до него никто не дотронулся. Игроки норвежского Русенборга взяли и на прием на вооружение. Вот как громоздкий Джон Кэрри отпраздновал один из своих голов. Один к одному. Но и судьям иногда приходится не сладко. Достается в основном по голове. И надо доказать, что твоя голова достаточно крепка, чтобы судить футбольный матч. И все-таки голову надо беречь. Иначе сотрясение мозга гарантировано. А еще надо крепко стоять на ногах. Но голова все-таки важнее. А если кто-то в ваших возможностях сомневается, предложите свисток ему, как у Саина в Газаеву. Ну, вряд ли тренер согласится. Типик. Ну, а игроков иногда следует бояться. Этот судья рано или поздно должен был поплатиться за такую прическу. И закончим погождение имя одного храброго судья, который пустился в бегах. Посмотрите, как много он умеет. И бегать, и барьеры преодолевать, и даже лазить. Добавно, не так ли? Следующая тема исследования – финальти. Вот там бьет аргентинец Мартин Палермо. А вот еще один в том же матче. А вот и третий, да, в той же игре. Давай, Мартин. Это ужасно. А кто научит правильно бить пенальти, кроме вратаря? Вот пара двоев, сасы Луис Человерт. Вот как надо бить пенальти. Учись Палермо. Вообще, забить в пенальти – это искусство. Во-первых, надо правильно разбежаться. Во-вторых, убедиться, что мяч стоит на правильной точке. Можно еще попытаться обмануть вратаря. В этом деле мастер Эрик Антона. Учитесь. Но что же он сделал не так? Так как же надо бить пенальти. Вот Йоган Кроев и Йеспин Олсен демонстрируют, как это нужно делать. Раз, два, гол. Да, Кроев мог и сам ударить, но воспользовался такой лазейкой в правилах игры. Так же для футболистов важные отношения с болельщиками. Посмотрите, как тепло поклонники встречают суперзвезду мирового футбола, самого Марадонну. Трогательно, не правда ли? Вот только футболку ему вернули обратно. А вот как он пытается вернуть расположение толпы, что показывает один-один. А теперь к вратарям. Они тоже должны уметь многое. Например, отражать мяч, начинать атаки. Но в основном они бесцельно машут руками. Хорошо еще, что ей защитники на импиндарной скорости соперников облегчают работу вратарей. Говорят, пинг-понг придумали китайцы. Танго! Опять штанго! Этот футболист обвел вратаря и уже был уверен, что забил. Но не повезло. Да, просто не верится. А вот кому действительно повезло, так это вратарю. А вот тут везение ни при чем. Здесь на лицо ряд грубых промоков. Но реакция болельщиков заслуживает внимания. Посмотрите на болельщика в правом верхнем углу. Интересно, за кого он болеет. Непонятно. Иногда свою коррекцию вводит погода. Посмотрите на эту игру, которая проходила в Южной Африке. Это не поле, а настоящее болото. Игроки в белом атакуют левые ворота, но вряд ли они до них дойдут. Та же игра, штрафной удар, и исполняет его Джо Массону. Посмотрите, что творится. Нет, в таких условиях в футбол играть нельзя. Но женский футбол можно. Обратно в Южную Америку. Оставьте в покое пульт. С телевизором все в порядке. Это просто туман на поле. Матч, кстати, важный. Кубок Америки, 99-й год. Бразилия, Чили. Но ничегошеньки не видно. В итоге судья остановил матч на 86-й минуте. При счете 1-0 пользу бразильцев. Но зачем же было столько ждать? Вот и Рональдо, наверное, спрашивает именно об этом. Но самым невезучим можно назвать этого игрока. Он бьет поворотом и празднует голы. Но только потом понимает, что мяч застрял в грязи. Стоит посмотреть еще раз. А ведь бедняга все сделал правильно. Всем нам нравится, когда забивают вратари. Опять наш старый друг-человек. Вот с какого расстояния он забил. Не ясно, кто более счастлив, фратарь или комментатор. Еще не ясно, что... Чего только не бывает в футболе. Не надо надеяться на защитников. Забивай сам. Вот так. А вот и колумбиец Рене Эгита. Не менее колоритный, чем человек. Он забивал в основном сам себе. Братарь должен иметь сильные руки. Этот точно культуризмом не занимался. А этот наверняка ходил в балетную школу. Теперь посмотрите, что делает вратарь сборной Канады. Просто кошмар. Прямо как волейболист. Следующие кадры в комментариях не нуждаются. Лучше послушаем музыку и посмеемся. Звучит музыка. Иногда мяч возвращается быстрее, чем ожидают вратари. Вот смешной гол. Форвард все-таки отправил мяч в сетку ценой травмы собственного лица. Урок для защитников. Отдавать пас назад вратарю всегда опасно. А вот так отличился вратарь сборной Франции. Кстати, удар от ворот через пару секунд может превратиться в гол. Вот как в этом случае. Классический гол головой. Какой отскок. А это вообще умора. И даже в Англии такое случается. Вот как вратарь сборной Франции Бортес играл за Монако. Продолжаем издеваться над вратарями. Опа! Аж шрика. А вот и девичий футбол. Даже по мячу попасть не может. Вратарь соперника злорадствует. А вот известный вратарь Тедди Лукич. Эх, Лукич Лукич. Типичный случай дырявых рук. Китайских. И случается это чаще, чем вы думаете. Это проблема длинных волос. Они закрывают глаза. А тут то ли ветер помешал, то ли вратарь не завтракал. Навес. Черт, он побоялся поймать мяч. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай. Еще один неудачный трюк вратаря. Он думал, что справится, но не тут-то было. Ну что за удар? Мог бы и взять. Эти норвежские вратари просто ужасные. Совсем не опасная подача с углового ввела вратаря в заблуждение. Это вообще любопытный эпизод. Мяч-то летел мимо ворот. Да, пас назад вратарю. Это почти всегда гол. Еще один случай, когда мяч в ворота не вошел. И как только мяч проскользнул в ворота. Ты рявый. И этот ничем не лучше. Классический ввод мяча в игру. Нет, ничего классического. Иногда подводит и более кошмарный гол. Детская ошибка. Этот случай показывает, почему вратарям запрещают играть на поле. Это был последний матч бедного вратаря. А этот вратарь мало того, что ошибся, так еще и покидает поле. Самый неподходящий момент. Никогда не отдавайте пас вратарю по центру. Вот юный Рональда показывает, какой он шустрый. Еще один криминал и вратарь это знает. Кстати, не только люди любят играть в футбол. Тут комментарий не нужен. Крилла встал очень сильно. И входит этот блеск. Блеск, да, опять. Джон Гилкрист. Кук. Это один для Брайн Гибстер. Здесь нет никакой шансы. И еще, что пуча в него. Какой шутбол. Какой шутбол. Теперь покажем вам, за что бьются футболисты. Если вы думаете, что они бьются за кубок, то вы ошибаетесь. Здесь есть еще кое-что поинтереснее. Посмотрите, как самозапренно работает фотограф. Интересно, что этот мужик хотел показать? В конце концов, он нашел свое счастье. У каждого своя демонстрация радости. А вот сила рекламы, он показывает то, что написано на рекламных счетах. А это еще кто такая? Да, иногда нелегко футболистам на поле. Тренер решил кого-то к ней приставить. А вот так футболисты шутят на тренировках. Этот парень добровольно покинул поле с высоко поднятым флагом. Шокирует. Настоящий шок в следующем эпизоде. Вновь мы в Южной Африке. Вдруг почти все футболисты упали. Нет, они не выпрашивают у судьи пенальти. И вряд ли причина в том, что они в перерыве что-то съели. На самом деле по стадиону ударила молния. К счастью, никто не пострадал. Посмотрим еще раз. Вот она, вспышка молнии. Наверное, сон этих ребят еще не скоро нормализуется. Этот парень пострадал больше всех, бедняга. Да, играть в дождь опасно для жизни. Неважно, на каком уровне вы играете, приколы случаются везде. Сам Марк Хьюз пытался показать детям, как надо ударить. Береги больного. Этот игрок травмировал плечо, а теперь оба плеча. И за что же люди так не любят рекламные щиты? Гэри Мэксон любит играть в основе касания. Этот удар пришелся по больному месту Стиву Брюсу. Сильный удар. И он попадает в толстяка болельщика, который ел купленный в перерыве пирожок. Первый закон футбола. Всегда следи за мячом. Эй, куда ты спешишь? Подождите, что он делает? По-моему, он немного староват для подающего. О, он попал в штангу. И этот тоже. Вот это финк. Судья в пенальти. Эмилия Хейски часто пытаются задержать, но это слишком. Поскользнулся. И зачем выбегать так далеко, чтобы отпраздновать забитый гол? Подай угловой. Эх ты. Странный фанат. И откуда только такие берутся? А этот парень феномен. Учитесь вратари. Будучи одноногим, он пропустил только один гол за весь турнир. Да, круг почета он заслужил. Журналистам тоже нелегко. Посмотрите, с каким трудом ему удается уговорить тренера на интервью. Без комментариев. А КОМОН Журналисты А Без perto Джок � А вот и первые журналисты. Сначала для проверки уровня записи представьтесь. Я Вилли Янг, судья высшей категории. А как пишется ваше имя? Вилли Ли. Чего-то не хватило именно в игре с Россией. Мы могли их обыгрывать, могли проигрывать, но... Банальные вопросы, банальные ответы. Главное, что происходит потом. Этот игрок, похоже, доволен матчем, и партнер сейчас его вознаградит. Детский тренер хвалит свою команду. Похоже, он увлекся. А этот парень и так говорил не очень плавно, и вдруг в него ударили мячом. А вот интервью с восходящей звездой после матча, в котором его часто били по ногам. Поздравляем, ты хорошо сыграл. Как себя чувствуешь? Спасибо, отвратительно. Вернемся на футбольное поле и посмеемся там. Вот колыть свои ворота, которые забиваются так красиво и уверены, как будто это чужие ворота. Если бы они это делали специально, чтобы пособить, скажем, малайзийским буквекерам, их можно было понять. Но ведь они не нарочно. Вот еще несколько шедевров под музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и кульминация нашего фильма «Горячая десятка голов в свои ворота». Номер 10, Франция. Защитник Родвигес не только забивает свои ворота, но при этом еще и получает травму. Что ж, такой фамилии ему нужно было играть в Испании или где-нибудь в Мексике. Номер 9. Отправляемся в Чили. Посмотрите, какой классный удар. Да, с такой техникой ему бы играть в атаке, а не в защите. Номер 8. Классика от Манчестер Юнайтед. Хороший проход, а теперь посмотрите, как Кевин Мурон технично отправляет мяч в свои ворота. Впервые в жизни он опередил всех, чтобы навредить своим. Номер 7. Шедевр футбольной неуклюжести. Номер 7. Обратите внимание на последнего защитника, который пытается выбить мяч. Номер 6. Хваленая защита Арсенала. Ли Диксон решил проверить бдительность Дэвида Симена ударом с дальней дистанции. Впечатляюще. Наверное, именно тогда молодой Рональдинию понял, как забивать Сименов. Под номером 5 вновь французские штучки. Оцените этот прекрасный удар головой. Сгручен радоваться надо такой красоте. Только Ван Бастон забивает такие голы, правда, в чужие ворота. Под номером 4 трагикомедия. Робби Фрейзеру из команды Гэлакси можно по сочувствовать. Это решающий гол, забитый в дополнительное время. Более того, еще и достаточно по очень больному месту. Номер 3. Шотландский футбол. Это самый ужасный в истории ответ выбитому вратарем мячу. Посмотрите, как мяч проскакивает мимо всех. Стоит посмотреть повтор, как можно не выбить такой лёгкий мяч. Номер 2. Розыгрыш Кубка Франции. Особенность этого случая в том, что мяч попал в штангу. Бедный защитник нашел, где стоять. А он ни о чём и не подозревал. Номер 1, естественно, Бразилия. Этот гол забит в свои ворота командными усилиями. А этот почему радуется? Да, бразильцы есть бразильцы. Технику, как говорится, не пропьёшь. Да, в футболе бывает всё. В основном мы показали вам промахи и неудачи. Так что давайте закончим на мажорной ноте. Пока детишки учатся играть в футбол в нужном направлении, за будущее этого прекрасного спорта волноваться не стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включайся в игру. Кто ошибал? Текст читал Виктор Винетинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова